Начинаем с того, что руки на шине плеч у партнерши и у партнера. И начинаем партнера влево. Достаточно хорошая, четкая змея влево. Партнерша права. И достаточно четкая вправо. Дальше подаем партнершу правую руку свою. И передо мной подаем таким образом, чтобы не зажимать большим пальцем. То есть большой палец должен быть немножко топой. И локоть свой выводим в сторону зеркала. Левая рука остается на штане нет. Мы разворачиваем корпус к партнеру и ныряем. Сами так же мы ныряем. И когда мы нырнули, левая рука, то есть правая рука, она по сути у нас перешла на локоть партнерши. Здесь она остается до момента нашего поворота. Мы поворачиваемся вместе в сторону партнерши. И левую руку кладем на место правой. Правую перекладываем на место правого плеча. Мы ручки опускаем вниз, как только они освободились. Дальше вместе с партнершами мы шагом идем вниз. Голова также низко достаточно. И вверх резко, чтобы волосы убрать. Мы чуть присаживаемся здесь. Вес сейчас на левой ноге. Переносим вес на правую ногу. На правую ногу. И здесь левая нога, она по сути немножко подтягивается к правой. И в этот момент мы начинаем левую руку отпускать. А правой рукой мы начинаем обращать к партнершу, толкая от себя в сторону аусы. Толкая от себя. А сами переходим на левую ногу. На левую ногу. И немножечко приседаем. Мы тоже чуть приседаем на правую ногу. И ручки при этом расставляем в стороны. Когда партнер встал в эту позицию, нам нужно поставить свою левую руку. Левую руку к партнершу на бочок. Правую руку на мобильный телефон. Начинаем обращать к партнершу, вес не переносим на правую ногу. Ручки вверх. В этот момент, когда партнерша становится к нам спиной, правую руку мы кладем партнершу сразу на лопатку под волосы, чтобы сразу бить двоих зайцев во время поворота. И скурился шаг левой ногой. Раз. Два. В этот момент, пока мы вращались, по сути, у нас партнерша автоматически закрутилась в правую руку, в нашу, которую мы поставили за спину. А левая рука в этот момент должна была стоять на штанине. Потому что все время на протяжении всего флешмоба, если рука какая-то свободная, она не висит, не болтается, но все время смотрит именно, то есть все время лежит на кармане. Отсюда мы вместе с партнершей шагаем в басику, подаем партнершу левую руку. Пум. Тик-так. Пум. И шагаем скрестно-назад. Мы как бы левой рукой немножко отталкиваем партнершу от себя, и левой ногой шагаем скрестно-назад. Раз. Мы раскрываемся и возвращаемся на левую ногу. В момент раскрытия мы должны находиться оба к зрителям в прямом корпусе. Дальше мы введем левой рукой партнершу в левую сторону, сами шагаем снова влево и скрестно-шаг. Влево и скрестно-шаг. Раз. Два. И сейчас, когда мы партнершу отправляем в левую сторону, правую руку мы начинаем готовить на уровне груди. Пум. И на раз-два мы правую руку выносим в правую сторону. Раз. Два. Притом правая рука должна находиться на уровне параллельно полу, то есть не ниже, не выше, а именно параллельно полу. В руках у нас есть такая пафосность, вот такая вот. То есть не просто прямая рука, а именно вот что-то типа такого, такое более упрощенное. То есть в сторону. Мы такие классные. Да? Дальше. Левой рукой в этот момент мы возвращаем партнершу к себе и правую руку тянем партнершу на лодочку. Пум. И эта лодочка, что очень важно, должна сразу, вот мы пришли в такую позицию, и сразу должна быть достаточно крепкой и не ломаться. То есть эта лодочка постоянно должна не ломаться. И шагаем. Скрестные. И вправо повторяем скрестные. Раз, два. Дальше правой рукой ведем партнершу на ракунболе. Левую руку отпускаем. Левую руку отпускаем и сразу на штанину. Делаем шаг вперед. К себе. Разворачиваемся на левую. И от себя. И возвращаемся на правую. Ножки у нас скрест, ручка правая в сторону. Напоминаю, рука свободна, значит на штанине. Поворачиваем партнершу достаточно легонечко, но при этом, успевая под музыку, поворачиваем ее на заворот в рулетик. Левая. Раз. На правой развернулись большой поворот, сделали и пришли на левую ногу. За эти три шага мы должны были, по сути, развернуться на, сколько там получается, 270 градусов, да? Да. Где-то на 270 градусов. Левая нога, опять же, левая рука свободна, опять же, на кармане, никуда не дается. И левая нога мы шагаем вперед. И снова вес переносим на правую. На правую отталкиваемся и партнершу отталкиваем также от себя. Мы на левую переносим вес и возвращаемся на правую, и ножки у нас по-прежнему скрест, ручка в сторону. Сейчас руками повторяем все то же самое, то есть мы снова закручиваем партнершу. Пум, а ножки на месте уже. Левую на месте и правую на месте пришли. Все, партнер находится немножечко сзади от партнерши, партнерша находится немножко спереди, так? Левую руку мы подаем партнерша, и левой ногой шагаем вперед, и вместе с ней мы как бы возрастаем вверх, вверх через груди. У партнера и у партнерша. Через груди, и грудями, как будто грудя такие в общем большие, тянут нас к земле. Тянут к земле. И упали, расслабились полностью. И дальше таким же образом через горбик у партнера и у партнерша мы поднимаемся вверх, вверх. Мы встаем, голову в последний момент поднимаем, и с головы мы ведем сразу корпус. Пам-пам-пам-пам-пам-пам, и сядем. Как у партнера, так у партнерша. Следующий шаг у нас получается будет шаг на три, и на три мы должны плавно левую руку положить партнерши на голову. То есть мы шагаем. Три. Дальше мы шагаем правой ногой вперед. Раз. И на два нам нужно левую руку полностью отпустить, и правую руку нам нужно толкнуть партнершу влево, а самим через большой скрестную уйти вправо. То есть мы делаем пам-пам, такой фифтик. У нас тоже скрестный шаг. Мы пришли в такую позицию, и сразу левая нога осталась на месте, правую просто выводим в сторону, и сразу же наш корпус, нашу талию, мы вываливаем в правую сторону. Пам. И выставляем руки. руки в этом самолете должны быть четко опять же как одна единая палка то есть не должны быть какие-то перекосы и здесь вот в руке мы не держимся то есть эти руки просто они друг возле друга находятся дальше руки партнер опускает вниз партнер поднимает ручки сначала вверх потом делает шаг и шагаем циркуль 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 здесь будет такая легкая остановочка легкий легкий такой девушка руки в стороны расправляет левая рука опять же свободная была опять же была на кармане и подаем партнерше правую свою руку ведем партнершу на бонус и по скрестно шагаем назад назад скрестный доворачиваем партнершу на детало правую подставляем дальше левой ногой шагаем вперед правую руку опускаем вниз это очень схематично ну под музыку будет совсем немножко немножко побыстрее тем этим тем не менее схематика и правой ногой мы шагаем скрестный а правую руку мы толкаем партнершу от себя мы бедро назад и ручку начинаем заводить во время толкания у нас корпус тоже немножко заворачивается представляем себе как будто нас заламывает омон а рука омона это как раз наша партнерша то есть на эту руку немножко тянет пум опять же свободная рука находится на штанине и на месте развернули пум принесли вес на правую дальше в этот момент нам нужно очень-очень легонечко развернуть партнершу на поворот а сами потерь шаг право назад и назад скрестный шаг и раз два на 2 нам нужно левую руку переложить партнершу на на ее руку и стать в такую достаточно четкую лодочку слева ноги мы начинаем пум и снова шагом аус латерал раз два дальше левую руку мы возим партнершу в левую сторону а правую руку мы пускаем вниз пум и шагаем а раз два дальше левой рукой мы выбрасываем партнершу вверх а правую руку мы ставим ей на косточку здесь у партнерш у всех партнерш Здесь у всех партнерш есть косточка, за которую нам нужно как раз и дотронуться. Мы везем вверх. У нас ручка левая на попу. Попу на уши держим. И мы вытягиваемся вверх. И вот пустили, правую держим. И шагаем с креста вперед. Рука свободная. Раз. Упали. Два. Правой рукой мы толкаем партнершу Ди обратно. Сами шагаем вправо. И левую руку подставляем к партнершу и гладим ее по руке, шагая скрестный шаг. Раз. Два. Убрали волосы ручкой и ручку сразу выпрямили вниз. Вновь. В тот момент, когда мы гладили, рука вновь на штанине. Левой рукой, не поднимая, не опуская, вот так, как мы ее держим, мы просто ведем ее в правую сторону. Вправо и отпустили, как бы мы немножко бросили. Мы делаем шаг. И шагаем скрестный. Шаг. И ставим корпус сразу вперед. То есть мы сразу грудь вперед показали, что у нас грудь же большая, тяжелая, да? И руки сразу же на шине плеч. То есть не нужно их ни вперед ставить, ни назад, ни таким образом, ни так, ни так. Так? Просто, просто вперед. Дальше. Назад. И делаем два круга. Раз. Два. И на два мы левую, опять же, фиксируем штанину, правую руку подаем партнершу. Мы ручки в стороны разводим. Начинаем вращать партнершу. И только в тот момент, когда она уже повернулась к нам лицом, мы левую руку поднимаем и даем ей в ее руку. Сами шагаем скрестный назад. Раз. Два. Дальше. Руки опускаем. И снова шагаем скрестный назад. Фу. Раз. Опять бедро. Два. Правая. Сейчас левую руку мы вытягиваем вниз, а правую оставляем на этом же уровне. У нас голова упала на правое плече. Фу. И снова же у нас партнер ведет. Раз. Два. Теперь, смотрите, правая рука в этот момент должна находиться как можно выше к плечу партнерши. То есть, если она находится низко, вам будет вращать не совсем удобно. Поэтому, чем выше в этом моменте, тем лучше вам будет. Левая рука должна быть, опять же, ниже. И у нас за счет того, что у нас левая рука идет назад, так, и правая рука ее упирает, мы можем за левую руку потянуть и таким образом провести партнершу под поднятым локтем. Если это получится именно таким образом, и если особенно рука будет здесь как можно выше, то все четко получится. Мы вращаем партнершу быстренько. Мы голову держим на левом плече, ни в коем случае вперед ее раньше времени не переворачиваем. Дальше. Как только партнерша развернулась вперед, мы руки фиксируем партнерши на корпус, на корпус, то есть за ее плечи беремся, так, четко нужно взяться. И опускаемся все вместе вниз. Вниз опустились. И сейчас вот за эти плечи нам нужно резко партнерша поднять вверх. Пам! Подняли. Мы поднимаем голову вверх, но не забрасываем ее назад. Просто вверх. Смотри вперед. Да, иначе у кого-то будет разбит нос. Дальше. Сейчас следующий момент. Нам нужно левую руку поднять вверх, поднять вверх, а правой рукой, которая у нас сейчас, по сути, стоит в упор партнерша, оттолкнуть от себя. Сами оттолкаемся. Пам! Ушли. И в этот момент мы, по сути, держимся за партнершу, чтобы сами не упасть. Как бы у нас здесь вот такой вот есть противовес в руках в этот момент. Вот этот противовес мы держимся. За счет этого противовеса мы тянем партнершу обратно и левую руку надеваем. Сами делаем такую же змею, как в самом начале. Змея. И снова возвращаем правую руку партнершу немножко через верх параболой в левую сторону. И снова идем в змею. Змея. Теперь партнерш остается с левой стороны. И мы, как бы, получается, перевалимся в левую сторону. Идет это от бедра. То есть, первое уходит в бедро. И потом мы резко падаем в левую сторону. Пам. Чем ниже вы сделаете, тем будете симпатичнее. Ну, само собой, в адекватных параметрах. И дальше влезет партнерша в другую сторону. Пам. Пережим. В эти все моменты голова у девушек должна быть ровно. Мы не смотрим вниз, мы смотрим вперед. Если мы стоим перед зеркалом, мы видим себя в отражении. Левой рукой мы тянем партнершу на поворот, а правой рукой мы прикладываем партнершу на лопатку. Вес на левую и разворачиваемся в другую сторону. И правую поставили. Пум. Дама сразу же уходит вниз. И мы тоже смотрим на нее. Смотрим, нет ли у нее там букашек каких-то. Сейчас нам наносят на волосы. Так. Пришли в эту позицию. И левой рукой мы толкаем партнершу вверх. И сами, в первую очередь, поднимаем свой подбородок, чтобы ее не получить. И поехали. Пум. И дальше, как только поднялась партнерша, мы делаем вместе с ней волну. Раз, два. На раз, два нужно вес принести на правую ногу. Это очень важный момент. Дальше. Здесь мы, когда вес принести на правую ногу, нам нужно обнять партнершу как можно ближе в этот момент. Потому что чем она будет ближе в этом месте, тем она будет дальше и легче сделать веро-джиню. На веро-джиню мы свой правый локоть мы поднимаем вверх, а левую руку опускаем вниз. Три. Голова у нас опять падает на правое плечо. И сейчас нам нужно на следующее раз-два остаться весом на левой ноге и на левую сторону корпуса. Вращаемся на сто сет градусов. Раз, два. Теперь мы, то есть получается партнерша она развернулась. Мало того, что она развернулась с закрытой позиции, она еще раскрылась как бы в ту же сторону, как и мы. И по сути она смотрит в ту же сторону, как и мы. Но голова по-прежнему на плече. А у нас партнеры вес на левой ноге. Шагаем правой ногой вперед, партнерша левой. И вес приносим тоже на правую ногу. Пам. То есть получается как бы таким подкрадущим шагом. И следующим шагом на раз-два мы должны вот этим вот, как бы, корпусом увести партнершу вниз. Раз, два. Партнерша внизу. Дальше. Левой ногой мы шагаем назад, а левую корпус, то есть корпус мы крутим в левую сторону. Три. На левую сторону. И на раз-два нам нужно повести корпус партнерша назад. Раз, два. Снова разомнились на 180 градусов. И мы увели ее назад, получается мы вели ее голову по часовой стрелке. Валяем ее голову на правую сторону. На правую сторону. И на раз мы опускаем ее вниз. Раз. А на два вверх. Два. Притом партнерша здесь тоже себе помогите, чтобы у вас волосы как можно дальше ушли. Как когда мы переступаем на левую ногу, поднимаем голову вверх. И сразу же переносим вес на правую ногу. Мы это делаем быстро. Быстрее, чем обычно. Дальше. Мы, по сути, здесь достаточно хотя бы просто поменять опять же направление в другую сторону. Тремя шагами. В паре. Лево. Лево. Право. Лево. Снова поменять направление. И сейчас с правой ногой мы шагаем шаг назад. Назад. Мы делаем шажок левой ногой вперед, это важно. Следующий. Делаем шаг левой ногой и уже начинаем ощущать вес партнерши на левой руке. Левой ногой. То есть партнерша получается на левую руку немножко облокотилась. Ножки вместе у нас сейчас. И правая нога приседаем вниз. Пум. Держим партнершу изломанную вниз. Не стесняемся держаться за партнера и правой, и левой рукой. И можно немножко опираться даже и корпусом. Дальше. Поднимаем ее обратно. Пум. Шагаем правую ногу вперед. И партнершу выбрасываем вверх. Дальше по музыке будет малейшая маленькая пауза, но эту паузу чуть-чуть подождали. И делаем, получается, тройную, как бы, нет, не тройную. Мы делаем волну как бы в три раза. В три этапа. В три этапа. Сразу идет пам. Четко достаточно, как робот. Дальше. Животик, как робот. И дальше бедра, как робот. И вес кинемся на левую ногу. Пам. Мы отставляем попу назад. Дальше вес кинемся на правую ногу. На правую. Просто переносим. И начинаем вращать партнершу, получается, на полтора круга по часовой стрелке. Сами также вращаем свой корпус по часовой стрелке, все время навстречу партнершу. То есть партнершу вправо, мы влево. Пам. Нет, нет, нет. Партнерша к нам, и мы в сторону партнерша. Пам. Дальше. Пам от партнерш. Партнерш. Влево. Дальше мы выводим ее вправо. Влево. И маленькая волна такая, чтобы сверху была не сильно заметна, а снизу было заметно побольше. Пум. Пам. В этот момент, когда мы сделали маленькую волну, мы вместе переносим на правую ногу, на правую ногу, и обнимаем партнершу как можно ближе. Следующий момент я объясню два раза. Один раз я объясню просто по шагам, второй раз вместе со счетом. Мы делаем, снова разворачиваемся на 180 градусов по шагам. Шагаем левая, правая, левая. Вес остался на левой ноге. Мы сейчас смотрим на зрителя. И теперь правой ногой мы шагаем большой шаг назад. Назад. Левую ногу мы подставляем к правой и разворачиваем партнершу в другую сторону. Право. И теперь правой ногой мы начинаем шагать между ног партнерши. Между ног партнерши. Голова у нас сейчас тоже перекатывается на правое плечо. И начинаем шагать большой циркуль. Циркуль. И как только весь пьюсь на левую ногу, на левой ноге вращаем снова. Циркуль. И партнершу толкаем снова на семейное фото левой рукой. И сами шагаем сквозь назад. Раз, два. Мы делаем небольшую волну, когда уходим назад. Когда партнер делает сквозь на раз-два, а девчонка тоже делает раз-два. То есть это волну. Еще раз подсчет. То же самое. Когда мы огняли партнершу. И подсчет поехали. Три. Раз, два. Три. Раз, два. Три. Раз, два. Три. Раз, два. Здесь есть несколько нюансов, которые я объясню еще раз медленно. Сейчас пока без партнерш. Опять же по ногам. Смотрите. Когда мы весом были на правой ноге. На правой ноге, так. Мы вес переносим просто на левую, правую, левую. Лево, право, лево. То есть по сути делаем три шага. И все три шага у вас должны получиться просто с переносом веса. Дальше. Правой ногой мы шагаем назад. Назад. Дальше на месте. На месте. И следующий момент, который я хочу объяснить. Он по музыке немножечко сложно ловится. Но чтобы его правильно словить, достаточно правильно, вам нужно ходить как неваляшка. То есть вы шагаете, получается, сразу правой ногой между партнершей. Правой. И весь перенесли полностью на правую ногу. Теперь представьте, что ваша левая нога, она как циркуль. И с этой ногой мы вот таким образом перевернулись, перевернулись. Вес перенесли. Снова вес на левой ноге. И правую ногу мы снова заваливаем. Заваливаем. Пам. И сошагаем спресс назад. Раз, два. То есть этот поворот циркульный, он должен быть немножко небрежным. Чем небрежнее он у вас получится, тем четче вы, по сути, вобьетесь в этот ритм. Еще раз немножечко более быстро. И. Три. Раз, два. Три. Раз, два. Три. Раз, два. Три. Раз, два. Вместе с партнершей. Вот тот самый момент, когда мы партнерша отлагаем в правую сторону. Три. Раз, два. Отсюда мы с партнершей вновь шагаем просто басикой назад. Пум. Раз, два. Как только мы шагнули басикой назад, правую руку мы опускаем снова себе на штанину, а левую руку партнерша отлагаем себе от себя. И намечиваем. Три. Раз, два. Теперь. Мы шагаем в сторону партнерши, а правой рукой мы как бы в кисть партнерши толкаем и немножко от себя, ну как бы, отбрасываем. Чтобы ее закрутило немножко. Шагаем. Левой. Ручки у нас просто прямо вниз. Весиливаемся на правую ногу. На правую ногу. Немножко присели на правую ногу. И с правой ноги мы немножко получается, как бы, откружением на левую и поворачиваемся сразу же на правую. На правую. Снова циркуль у нас получается. Опять же небрежный циркуль. И шагаем скрест-назад. Во время скреста назад мы ставим правую руку партнерши на лопатку. Раз, два. Здесь по лопатке, здесь по лопатке, смотрите, вот ваша рука сразу стала таким образом, чтобы она смотрела, как бы, вот эту вот, как она у стороной называется? Тыльная сторона ладони. Тыльная сторона ладони, чтобы смотрела вверх. Левая рука, опять же, свободная, соответственно, находится у вас на... здесь. На кошельке, да. И начинаем этой стороной поворачивать партнерши. Обратите внимание, что локоть, опять же, идет у нас вверх. Пум. Во время поворота у нас ладошка немножко переложится. Раз, два. Ручки у нас прямо сейчас. Перекладывается она таким образом, чтобы взять партнерши, получается, за лопатку это вот четко взять, чтобы. Ну, само собой, синяки оставлять не нужно, но просто партнершу переложили сюда. И это как раз за три, раз, два, она должна как раз повернуться к нам в лицо. Как только повернулись лицом, мы партнерш немножко вниз еще опускаем вместе с ней. Опускаем. И левую руку берем. И на хлопок мы отбрасываем партнершу в правую сторону. Пам. На этот хлопок мы должны есть, в принципе, на правую ногу. Левая нога должна быть свободной, идти в левую сторону. И мы с партнершей раскрыты, корпус раскрыт, красивенько улыбаемся. И счастливые, чтобы флешмоб закончился. И стараемся показать плечи максимально, не отворачиваемся. И грудь, и грудь покажите. И глаза. И глаза. Вот, в общем-то и все. Еще несколько таких маленьких нюансов. Как бы вы не танцевали, будете танцевать вы самостоятельно где-то в своем городе. Либо вы будете танцевать вместе с нами в Минске. Смотрите постоянно по сторонам. В том плане, что если вы будете танцевать в достаточно большой группе, допустим, других танцоров. Смотрите по сторонам боковым зрением. И проверяйте, чтобы весь народ танцевал синхронно. То есть, эта синхронность будет, во-первых, добиваться, во-первых, за счет этого самого бокового зрения. А во-вторых, за счет оттанцовки. Оттанцовывайте, танцовывайте, танцовывайте. По возможности старайтесь встречаться самостоятельно где-нибудь вечером. Снимать там зал или дома где-нибудь на кухне вместе с бокалом вина. Сначала танцы, потом вино. Да-да, по-любому. А то иначе не получится. Опять же, просто тренируйте, тренируйте все эти движения. Ну и последний момент. Если вы вдруг сбились где-то во флешмобе уже на самом выступлении, ни в коем случае, даже не во время выступления, даже во время подготовки, ни в коем случае не давайте себе останавливаться. Если остановились, значит, быстренько собрались и быстренько поехали дальше. То есть, словили по музыке, что это должно идти дальше, и быстренько продолжайте. Потому что, если вы приучитесь самого себя, либо саму себя, приучитесь даже во время тренировок останавливаться в тех моментах, где у вас не получается, резко просто останавливаться, у вас на этих местах образуется, ну, некий страх. И во время этого страха... Ступора. Ступора, да. Во время своего выступления у вас в этот момент никогда улыбки не будет, у вас всегда будет какое-нибудь угрюмое лицо, что явно красоты тоже вам не покажут. Не остановится, не остановится. Поэтому никогда не останавливайтесь, если сбились, идите дальше. Улыбнулись, как будто так и надо, и пошли дальше. Никто же не знает, как должно быть. Все, всем спасибо. Спасибо. Спасибо.